В главном сельском конкурсе победил Игринский район, увеличив в 2015-м надои молока больше остальных. В зале Вавожского ДК передовики животноводческого комплекса республики. И что важно, много молодых. Один из стимулов хорошо работать, объясняет доярка из деревни Юнда, зарплата. Ну, зарплата зависит от удоя. Сколько надоешь, столько и получишь. Людмиле 35. Ее личный рекорд – 6700 килограммов молока с коровы. Любимицу зовут Клюква, но она пока очень отстает от самых молочных удмуртских коров. В 2014 году абсолютной рекордсменкой Удмуртии стала корова Вафля. Шарканский район, хозяйство Восход. В 2015-м ей на смену пришла корова по кличке Оладья. Тоже Шарканский район, но хозяйство Кипун. Ее рекорд – 15 тысяч тонн молока в год. Среди животноводов и пчеловоды они тоже сегодня с наградами. Раскрывают секрет – наш мед продают и в Башкирии. Наш мед в Удмуртске закупают в деревень Башкиры и продают башкирский мед. Может быть и на этом можно успокоиться, но мы хотим создать свою марку, свой бренд у нас должен быть. Свой бренд пора создавать и удмуртским овощам. Председатель Испокалуч сетует – урожай вырастили отменный, но в магазины со своим товаром пробиться не могут. Магазинная картошка продается по 16 рублей, которую мы уже не даем скоту. А мы сейчас продаем ниже себестоимости, получается 5,50. И то нет реализации. Волнует селян и цена на молоко. Закупка унизительно дешевая. С января этого года надои перерастают, а сырье дешевеет. Какое-то регулирование со стороны России должно быть в конечной доле. Какая доля должна быть села, какая доля должна быть переработки, какая доля должна быть торговли. А то у нас получается так, что литр молока переработать в переработке получается в полтора раза затрат больше, чем его произвести на селе. Это неправильно. Диалог с переработчиками начат, подтвердил сегодня глава республики. Решать эту проблему придется. Молоко – основа сельского хозяйства Удмуртии. И программа по надоиму 1 миллиона тонн молока уже принята. Федеральный центр просчитывает свою поддержку. Республиканский бюджет уже начал выделять первые средства. 120 миллионов дополнительно селянам мы выделили. Конечно, это не та цифра. Надо выделять больше. И мы хорошо знаем, что ежегодно мы должны приращивать 7% для того, чтобы выйти на миллион тонн молока в 2020 году. В прошлом году хозяйство республики построили и реконструировали 24 фермы. 42 – план на этот год. Марина Баль, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова